друзья привет практически на каждом объекте где есть система домашней автоматизации есть какие-то устройства которыми ну никак кроме инфракрасного сигнала управлять нельзя вот есть только пульты дистанционного управления и больше ничего это могут быть телевизоры аудио видео техника кондиционеры да с ними немножко сложнее каким образом всем этим делом мы управляем из системы домашней автоматизации ларни так посмотрим в этом видео для того чтобы вам показать как это все дело работает у меня есть вот такая вот штучка которая будет играть музыку если мы вот этого пульта отправляем ей и как команду у нее есть громкость то есть мы можем включать выключать и регулировать громкость этого нам пока достаточно для демонстрации также у нас есть вот такой вот телевизор sony на котором запущено приложение youtube на данный момент мы можем запускать мы можем выбирать какие-то другие треки мы можем выбирать вход мы можем включать выключать сам телевизор не очень хороший здесь угол для управления телевизором но тем не менее он есть дальше мы посмотрим с вами как типичные кондиционеры стандартные подключаются и где находится обыкновенная база пультов уже обученных на кондиционеры которые есть в ларни таки все первый момент и самый важный это то что инфракрасные сигналы в нашу систему мы можем добавлять если их уже нет в базе конечно заранее мы можем добавлять только через контроллер да и мг да и мг это стандартный центральный контроллер важный так есть еще в метафорса и метафорса в данном случае не подходит это конечно не очень хорошая новость для многих у кого например шоурума с метафорсой им приходится брать вот этот вот dmg на время для того чтобы инфракрасные команды изучить настроить на свои системы и потом его вернуть обратно бывает такое вот но тем не менее здесь есть отверстие в которые можно направлять сигнал с пультов дистанционного управления и она запоминает эти инфракрасные команды теперь для того чтобы в наш пользовательский интерфейс добавить инфракрасные инфракрасный функционал нам нужны устройства которые позволят это сделать и у ларни так это устройство много в одном то есть это сенсоры в 3 в одном 5 в одном или 6 в одном в которых есть и к передатчик вот этот микросенсор в нем есть датчик движения освещенности и инфракрасный передатчик его то мы и используем для того чтобы протестировать как это все дело работает если он находится в середине помещения где-нибудь относительно небольшого закрепленный на потолке он будет практически не виден в этом помещении появится функции детекции движения на безопасность на освещенность например или на освещение также допустим функционал управления кондиционером функционал управления телевизором довольно таки эффективная штучка подключаем контроллеру и делаем следующее заходим с вами в веб-интерфейс нашего контроллера в раздел пульты здесь есть кнопочка добавить добавляем пульт как-то его называем типов нам выбер выбрать не дают он только один есть и помещение выбираем но с этапа то стандартное помещение с которого все потом раскидывается в разные помещения которые у нас есть в объекте сохраняем у нас появляется пультик и он появляется в приложении сразу же на смартфоне да давайте проверим вот он у нас появился но мы с вами будем смотреть приложение для windows вот он же для того чтобы вам был лучше видно теперь для того чтобы нам отправить инфракрасную команду куда-то нам нужно зайти в режим редактирования вот он мы здесь выбираем инфракрасный приемник он у нас один и инфракрасный передатчик у нас сейчас тоже один выбрать нельзя и в общем то все что нам нужно это сделать следующее мы хотим кнопочку который будет включать музыку видите захват направляем и к команду теперь проверяем как работает некоторые инфракрасные команды желательно отправлять поближе от приемника некоторые подальше у них есть определенная специфика сейчас посмотрим как в данном случае вот он и к приемник включили выключили теперь нам нужно допустим что-нибудь еще добавить допустим давайте громкость пусть у нас будет громкость у нас будет вот здесь вот и громкость вниз у нас будет проверим включили громкость давайте со смартфона сейчас следующий трек начнется на смартфоне заметьте эти же самые кнопочки они уже тоже активны да то есть это все сюда передалось у нас заиграла новая песенка давайте громкость уменьшим вот у нас ведь уменьшилась громкость остановили опять включили увеличиваем громкость то есть это все работает точно так же отсюда как и например отсюда теперь давайте телевизор наш добавим что-нибудь с ним сделаем режим редактирования обратно и в телевизоре что у нас вот кнопку включения выключения давайте джойстик сначала обучим кнопочка ok захват кнопочка вверх кнопочка вниз нажали и отпустили в момент отпускания он обычно говорит что все окей кнопочка направо и кнопочка налево также кнопочка программа вверх программа вниз и давайте включение и на f1 подключим изменение входа окей эти функции у нас появились теперь давайте переключимся на телевизор вот наш телевизор вот наш телевизор там у нас на этом источнике правда ничего не включено и выключим весь телевизор а теперь тот же самый телевизор отсюда же ну допустим уже отсюда включим вот ну я думаю идею вы поняли для того чтобы инфракрасным образом чем-то управлять нам необходимо устройство считывания нам необходимо устройство излучение к сигналов помещений и дальше они уже начинают удобным образом друг с другом взаимодействовать теперь еще один момент который хотел бы вам показать это то каким образом мы подключаем кондиционеры с кондиционерами все немножко сложнее к сожалению кондиционер вот таким вот образом если вы подключите он у вас нормально работать не будет потому что кондиционер выдает пакетные команды и на кнопочку вы сразу же можете записать температура такая-то такой-то режим такая-то скорость вращения вентилятора да и так далее это вот у вас будет одна кнопочка а нам же хотелось бы иметь красивенький пульт который плюс-минус позволит регулировать температуру вверх-вниз да и будет выдавать правильные команды и это у нас делается в разделе который называется сценарий здесь у нас есть кнопочка добавить кондиционер и мы можем добавить с вами стандартный кондиционер из той базы которая уже есть в контроллере эти кондиционеры можно добавить из инфракрасной базы или из базы модбас интеграции которая в данном случае нам не нужна вот видите что здесь есть карьер купер хантер дайкин довольно много версий гри хитачи л джи миде митсубиши электрик панасоник на у клима до шиваки yamaha whirlpool и так далее это вот только некоторые я перечислил которые здесь уже есть то есть вы можете взять выбрать допустим у вас дайкин и вы говорите окей называться он будет дайкин у нас расположение будет с этап больше ничего выбирать не будем и к передатчик выберем место у нас будет много и к передатчиков вот здесь вот по адресу мы сможем их различать сохранить вот у нас появился кондиционер и давайте посмотрим где он появился в приложении вот он появился в приложении вот то имя которое мы правда не стали редактировать могли бы здесь написать на русском вот мы его включаем кнопочка плюс до кнопочка минус правильно работает режим скорости вращения вентилятора нет вот режим скорости вот режим скорости вращения вентилятора вот режим самого кондиционера тепло вот вентиляция авто доход увлажнение тепло автоматический режим вентиляции и положение ламели но в данном случае в этом пульте не редактируется если у вашего кондиционера в этом списке нет то тогда мы сможем добавить эти команды но у нас прайсе есть специальный раздел который оплачивает труд программистов которые собирают для вас новый пульт вот такого плана и в этом случае вам надо будет зайти в раздел который называется мастер кондиционера как-то назовете этот кондиционер и пульт и к приемник ваш выберите и начнете различные команды в него отправлять например 1 команда 2 команда 3 команда и так далее вот эти команды потом вы сохраняете и вот этот текстовый файл отправляете в поддержку поддержка анализирует ваши команды и в соответствии с ними создает для вас пульт то есть пишет целый скрипт который сделает вам красивый вот такой пультик с плюсом минусом режимами и так далее который будет управлять вашим кондиционером если у вас есть вопросы пожалуйста обращайтесь в нашу группу telegram стучитесь там есть уже десятки инсталляторов у которых есть опыт надеюсь все было понятно до встречи пока